Здравствуйте! Вы смотрите новости на телеканале CBC. Вначале коротко о главных темах. Азербайджанский газ вносит вклад в энергобезопасность Европы. Он будет проходить через Албанию, обеспечивая голубым топливом континент, заявил президент Азербайджана в ходе своего визита в Тирану. Первый вице-президент Азербайджана Менгибан Алиева направила письмо генеральному директору ЮНЕСКО о прекращении своей деятельности в качестве посла доброй воли Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры. Саммит G20 на Бали. Главы государства обсуждают острый глобальный вопрос, а также усиление усилия в экономике и сфере здравоохранения в постковидный период для глобального устойчивого инклюзивного роста. Население Земли достигло 8 миллиардов человек, при этом половина человечества сосредоточена всего в 7 странах. Президент Азербайджана Ильхам Алиев находится с официальным визитом в Албании после переговоров главы государства со своим албанским коллегой Байрамом Бегаем один на один. Состоялась встреча в расширенном составе. Ильхам Алиев и Байрам Бегай выступили также с заявлениями для печати. Президент Азербайджана выразил уверенность в том, что данный визит даст мощный толчок развитию двусторонних отношений. Он дал высокую оценку с заявлением официальных лиц Албании за поддержку территориальной целостности Азербайджана как в период оккупации, так и во время Второй Карабахской войны. Ильхам Алиев также отметил, что сегодня он и его албанские коллеги обменялись мнениями о сотрудничестве в газовой сфере, достижениях и предстоящей работе. Также состоялась встреча один на один президента Ильхама Алиева с премьер-министром Республики Албания Эдди Рамы. Информацию об этом распространила пресс-служба президента Азербайджана. Азербайджан – надежный поставщик газа в Европу. Его потребность в азербайджанском газе, учитывая новые вызовы, только возрастает. Дополнительную поддержку в энергобезопасности европейского континента Баку внесет посредством Албании. Азербайджанский газ вносит важный вклад в энергетическую безопасность Европы. Баку намерен удвоить поставки голубого топлива в европейские страны. В рамках реализуемых инициатив развивается сотрудничество в том числе с Тираной. Азербайджан и Албания сыграли важную роль в реализации Южного газового коридора и сегодня являются активными участниками проекта ТАП. Государственный визит президента Ильха Малиева в Албанию выведет азербайджанно-албанские связи на новый уровень, убеждены эксперты. Мы знаем, что это вполне сегодня динамично развивающая страна европейского континента. Она интегрирует сегодня Европейский союз, естественно, имеет соответствующие преференции. Албания сегодня больше нас интересует страна, в территории которой переправляем мы газ и нефть в Европейский союз. Мы знаем, что на территории Албании были построены несколько соответствующих объектов, через которые будут переправляться и другие страны Европейского союза. Думаю, что в этом плане, проводя соответствующие переговоры, встречи, мы сможем налаживать эти экономические связи, которые дадут толчок развитию как двухсторонним отношениям, так же внешнеэкономическим связям между странами данного региона. Думаю, что перспективы налаживания сотрудничества, перспективы по приросту взаимного товарооборота, они имеются в визит главы нашего государства, должен дать соответствующий импульс и стимул для углубления сотрудничества. В Азербайджане достаточно запасов газа для удовлетворения потребностей стран Европы. А спрос в европейских странах довольно высок. Обсуждается вопрос двукратного расширения мощности как газопровода ТАП, так и ТАНАП. Европейские страны, в том числе Албании, рассматривают Азербайджан в качестве надежного партнера. Ее и бывшие президенты, и действующие президенты постоянно присоединялись к форумам, которые проводились в Баку. И напомню, что и наш газопровод ТАП, он ведь проходит и через территорию Албании. И хотя Албания в свое время и обладала определенными нефтяными ресурсами, сейчас, я думаю, что потребность в сотрудничестве с Азербайджаном как с точки зрения обеспечения газом, так и инвестициями у Албании есть. В ближайшее время состоится первое заседание совместной рабочей группы между Азербайджаном и Албанией по экономике и промышленности. В повестке дня вопросы сотрудничества в энергетическом секторе, а также взаимные инвестиции и совместная деятельность албанских и азербайджанских компаний. Кроме того, стороны намедены работать над созданием совместных предприятий. Страны также взаимодействуют на межнародных площадках. Албания всегда поддерживала территориальную целостность Азербайджана. Первый вице-президент Азербайджана Мегрибан Алиева прекратила свою деятельность в качестве посла доброй воли ЮНЕСКО. Ранее она направила соответствующее письмо генеральному директору организации Одри Азуле. Многие эксперты уже назвали этот шаг политическим протестом. Можно бесконечно перечислять, сколько всего было сделано фондом Гейдара Алиева на протяжении всего периода, пока Мегрибан Алиева являлась послом доброй воли. Однако ЮНЕСКО так и не откликнулось на многие призывы Азербайджана. Объективный протест, который был выражен организацией, противоречащей своим собственным идеалам. Так, политические и культурные деятели Азербайджана прокомментировали прекращение деятельности первого вице-президента в качестве посла доброй воли ЮНЕСКО. Мегрибан Алиева объяснила свой отказ от этого почетного поста тем, что она принимает непосредственно участие в масштабных восстановительных работах на освобожденных территориях Азербайджана и в связи с этим не имеет возможности уделять внимание обязанностям в рамках ЮНЕСКО. По мнению экспертов, организация ООН по вопросам образования, науки и культуры давно изменила свое отношение к Азербайджану и выступила сторонницей политики двойных стандартов. Очень много было сделано для того, чтобы защитить действительно культурное наследие стран. Но что мы увидели? На протяжении всего периода оккупации наших земель неоднократно, сама Мегрибан Ахану, наш уважаемый президент, неоднократно обращались к руководству этой организации, что нарушаются права Азербайджана, нашего народа. Посмотрите, в каком состоянии находятся наши земли. Они всегда говорили, вы поймите, что мы не можем выбирать какую-то одну сторону. Но тогда что происходит сегодня? Почему эта организация вдруг совершенно изменила свой такой, будем так говорить, нейтральный статус и, безусловно, поддерживать страну-агрессора, варварски уничтожившую все наше культурное наследие на Карабахской земле? Почему такое предвзятое отношение? Это потому, что они находятся на территории Франции? Решение первого вице-президента страны приняла после 18-летней деятельности в качестве посла доброй воли. Политические и культурные деятели считают, что это было необходимо для того, чтобы продемонстрировать способность Азербайджана защищать свои интересы. Я думаю, что этот шаг поддерживает весь Азербайджан и все силы мировые, которые относятся к Азербайджану истинной и искренней любовью. ЮНЕСКО не первый раз показывает свое истинное отношение к Азербайджану. В ЮНЕСКО тоже действует войная политика. Они знают о разрушенном крае, они знают о том, что Азербайджан претерпел за эти 30 лет. Азербайджан просил ЮНЕСКО обратить внимание на вопрос уничтожения и осквернения исторического и культурного наследия Азербайджана на освобожденных территориях. Несмотря на регулярное информирование ЮНЕСКО о преступлениях Армении, связанных с уничтожением и присвоением культурных объектов Азербайджана, за последние 30 лет организация так и не направила миссию для оценки ущерба. Сенат Франции принял антиазербайджанскую резолюцию с призывом к правительству Франции ввести против Азербайджана санкции. Резолюция носит консультативный характер, не имеет обязательной правовой силы для французского правительства. Напомню, 295 человек проголосовали за принятие резолюции, один проголосовал против. Продолжим тему с нашими гостями на прямой связи с нашей студией. Наши гости Эльчин Алиев, доктор архитектурных наук, член Союза архитекторов. Здравствуйте, господин Алиев. Здравствуйте. Дарья Гривцова, замдиректора Института политических исследований Российской Федерации. Здравствуйте, господа Гривцова. Здравствуйте. И Юрий Бочаров, политолог из Израиля. Здравствуйте, добрый вечер, господин Бочаров. Добрый вечер. Итак, обсуждаем мы новость, которую мы получили буквально несколько минут назад, о принятии сенатом Франции резолюции с призывом к правительству Франции ввести против Азербайджана санкции. Сегодня же была новость о том, что первый вице-президент Азербайджана Мирибан Алиева прекратила свою деятельность в качестве посла доброй воли ЮНЕСКО. Вопрос, связанный с этим, я хотел бы задать господину Алиеву Эльчин Меллим. В целом, отношения Азербайджана и ЮНЕСКО последнее время можно назвать напряженными. Как вам кажется, почему ЮНЕСКО не откликалось на многочисленные просьбы и призывы Азербайджана? Спасибо. Вы знаете, честно говоря, я сегодня, услышав новость о том, что наш первый вице-президент, она отказалась от этого высокого статуса, я был поражен этим смелым шагом, неординарным шагом Мирибан Ахану, потому что в переводе с дипломатического языка это протест против двойственного подхода организации к Азербайджану. И, кстати, сегодня мы опять увидели один пример такого отношения в связи с резолюцией Сената. Дело в том, что Азербайджан постоянно пропагандирует ценности ЮНЕСКО. Я, как живущий человек в Баку, в Азербайджане это каждодневно вижу. Азербайджан охраняет памятники архитектуры. Не только у себя. Азербайджан финансирует восстановление памятников архитектуры и в других странах, представляете? Азербайджан постоянно информировал ЮНЕСКО на протяжении десятков лет о том зверском отношении к азербайджанскому архитектурному, культурному наследию на наших землях. Но, к сожалению, на протяжении 30 лет ни разу делегация ЮНЕСКО не посетила оккупированные в свое время со стороны Армении территории Азербайджана. Да, в 2005 году, это почти 17-18 лет назад, они приняли резолюцию о том, что не могут посетить наши земли, потому что они оккупированы. Но хорошо, уже несколько лет мы настойчиво приглашаем нищую ЮНЕСКО, чтобы посетить освобожденные Азербайджаном территории, и мы не находим отклика. Вы представляете, я архитектор, я знаю, что там было порядка 2000 памятников архитектуры. 2000 памятников архитектуры, принадлежащие азербайджанской культуре. Вы знаете, душа болит, когда я езжу в Карабах. Треть памятников архитектуры просто физически отсутствует. Треть неузнаваемо изменилась. Там смотришь, был мост, очень искусно вкрапили в мост, допустим, какой-то камень с надписью, якобы свидетельствующий о том, что он принадлежит не Азербайджану. Вы знаете, то есть зверски, варварски переделаны архитектурные памятники. Естественно, азербайджанское правительство, мы это все фиксируем, естественно, мы это великолепно восстановим, реставрируем, законсервируем. Но дело в том, что хотелось бы, чтобы международная общественность это видела. Хотелось бы, чтобы и миссия ЮНЕСКО, все-таки это главная организация в области культуры при ООН. И мы, естественно, хотели бы, чтобы и они, это принципиальный вопрос, они дали оценку такому зверскому отношению со стороны армянских оккупантов, нашему архитектурному, нашему культурному наследию на освобожденных территориях. И, к сожалению, мы этого не можем добиться. Мне кажется, лично это связано с тем, что сейчас председатель, главдиректор ЮНЕСКО, это бывший министр культуры Франции. И, к сожалению, мы и сегодня видим, что со стороны французского правительства, со стороны, вы знаете, вот, со стороны вот этого бывшего министра культуры Франции, который сейчас стал директором ЮНЕСКО, мне кажется, это связано с этим. Спасибо. Большое спасибо, Ильчим Миналим. Госпожа Гривцова, что касается резолюции, мы помним, что и до этого Сенат Франции принимал подобные документы, подобные резолюции. Что это? Это элемент и попытка давления на Азербайджан? И как вы прокомментируете принятие этого документа? Ну, здесь скорее попытка понравиться Армении и показать, что Франция лояльно очень относится к Армении. Я полагаю, это связано с тем, что во Франции проживает очень большое и крупное армянское лобби, которое находится на разных уровнях, скажем так, и в государственной власти, и на уровне бизнеса. И поэтому они оказывают влияние там, где могут, и на уровне СМИ в том числе. И принятие такой резолюции, это уже, как вы правильно сказали, не первый раз происходит. И, в принципе, это даже ожидаем. Но то, что сейчас это принимает такой резкий оборот, и риторика Франции по отношению к Азербайджану значительно усилилась, говорит о том, что у Франции есть большие интересы в Армении. И здесь надо понимать, что Армения считает, что если у России не получилось защитить Армению против Азербайджана, то она попытается это сделать с помощью других. И вот она пытается прибегнуть как раз-таки к влиянию Франции. Франция действительно это довольно крупная и сильная страна, и она, в принципе, оказывает влияние на политику Евросоюза. И здесь, конечно же, это не очень благоприятный звонок для Азербайджана, что Франция вот так вот начинает себя вести против Азербайджана. И, конечно же, здесь надо понимать, что эта резолюция, она не обязательно к исполнению. Поэтому, так скажем, это больше для шумихи, для создания информационного поля, чем пытается воспользоваться в Армении. Ведь также, почему Макрон даже сам может быть заинтересован в этом, поскольку у Макрона будут скоро выборы, и ему важно заречиться поддержкой армянской диаспоры. Возможно, кто-то даже из этой диаспоры финансирует компанию Макрона, банкиры или, скажем так, руководители СМИ, которые будут его поддерживать. Поэтому такая риторика идет в чисто корыстных интересах со стороны Франции. Господин Бочаров, Франция, которая многие годы, ну, скажем так, почти несколько десятилетий пыталась себя позиционировать в качестве посредника в урегулировании отношений между Азербайджаном и Арменией, в последнее время, несмотря на заявление о том, что Франция будет продолжать, прилагать усилия, но фактически выбирает одну из сторон и откровенно выбирает сторону Армении. Вот эти документы, вот такие подобного рода резолюции, она консультативного характера, теперь Макрон может ее подписать, а может не подписать. Она не имеет обязательной правовой силы для французского правительства. Получается, что Франция уже утратила свои возможности быть честным, так сказать, брокером, честным посредником? Ну, вы знаете, мне кажется, на первом этапе это все-таки элемент шантажа. Понимаете, вот сейчас Макрон, так сказать, судья, у него на одной стороне азербайджанская резолюция, на другой стороне, как говорится, ветм мира, который он несет в этот регион. И вот его он сейчас будет решать, так или иначе. А как он может решать? Значит, кто-то к нему должен обратиться, кто-то может вопросить о чем-то. Вы понимаете, как со стороны азербайджана, как со стороны мировой общественности, как со стороны многих заинтересованных лиц. Вы понимаете, сегодня в Кавказском регионе, так назовем, сосредоточены интересы очень многих держав мира. И один только шелковый путь, это вся шумиха и вся экономика вокруг него вызывает у одних восторг, а у других озлобленность. Почему? Потому что не все допущены к этому пирогу. Вы понимаете? К этим экономическим проектам. И очень многие заинтересованы в нем поучаствовать. А если они не могут, они переходят к линии шантажа, к линии угроз и прочим другим шагам. Я не удивлюсь, если, понимаете, ведь очень многие вещи происходят с закрытыми дверями. И мы не знаем, какие экономические интересы Франция преследует здесь. И мы не слышим, потому что никаких экономических интересов в Армении физически быть не может. Там нет ни экономики, ни промышленности, ни полезных ископаемых. То есть там искать нет. Армения сегодня это инструмент шантажа. Как Азербайджана в первую очередь, так и мировой общественности. Что вот крики, надо помочь, надо поддержать, надо обратиться. Посмотрите, что написано в самой решении. То есть обратиться в ООН, обратиться в Совет Безопасности, как говорится, наказать, запретить, внести экономическое эмбарго. То есть там много угрожающих фактов, что мы завтра заблокируем Азербайджан. Значит, Азербайджан должен предпринять какие-то встречные шаги и не обязательно на политическом уровне. То есть я считаю, это чистый шантаж и это чистый вопрос экономического и политического влияния в регионе и в Европе. Особенно сейчас, понимаете, вся Европа стоит на пороге энергетического кризиса. И Франция в одной этой связке. И все, понимаете, сейчас все пытаются решать собственные проблемы за счет других. Вот и все. Это внутренняя политика страны, которая выплескивается, как говорится, на всех. И все от этого или традают, или получают выгоды. Вот и все. Надо вспомнить еще о том, что французская компания Total имеет проекты в Азербайджане. И не так давно руководство Total сообщало, что компания привержена реализуемым в Азербайджане проектам. То есть фактически сейчас французские власти, скажем так, Сенат и правительство, они ставят под угрозу и интересы французского бизнеса и французских компаний в Азербайджане. Не возможно. А может быть и наоборот. Может быть, извините, что-то недодалит Наталье. И он хочет большего. Это опять же рычаг давления, все-таки политического давления на Азербайджан. Не более того. Я, извините, сделаю небольшое, скажу, про Израиль. Мы, как говорится, живем, как говорится, в век, так сказать, антиизраильских резолюций. Вы понимаете? И мы не обращаем на это, движемся вперед и дружим со всеми, с кем надо, и сотрудничаем со всеми, с кем надо. Поэтому я считаю, Азербайджан тоже так сказать. Мало ли кто. Собака лает, караван идет. Надо решать свои вопросы, исходя из собственных интересов, собственных сил. А сил у Азербайджана, мне кажется, более чем достаточно, особенно сейчас. Спасибо, госпожа Горевцова. Вот если обратиться к тексту резолюции, по проекту представители французские предлагают разместить на армяно-азербайджанской границе международные миротворческие силы. То есть, это очередная попытка позвать в регион, пригласить в регион какие-то международные миротворческие силы, о которых, видимо, какими они должны быть, понимают только авторы проекта, резолюции. Вот как бы прокомментировали вот это. Тут же идет разговор про армяно-азербайджанские отношения. И вместо того, чтобы призывать к делимитации границы с последующей демаркацией, опять пытаются протащить какие-то миротворческие силы. Вот это к чему, этот пассаж? Да, они пытаются воспользоваться любым моментом, чтобы поставить, скажем так, своих людей на границу для мониторинга. Это, кстати, могут быть совершенно пока нам неизвестные люди, возможно, даже люди, представители спецслужб скрытые. Поэтому в этом есть интерес у Франции. Плюс, конечно же, Франция хочет показать, что она значимый игрок в регионе, в Кавказском регионе. И что она вполне может вытеснить Россию из этого региона, как раз-таки оказывая свои посреднические усилия. Но Азербайджан дал четко понять Франции, что если она реально хочет быть посредником, то нужно вести объективную политику. И в телефонном разговоре между президентом Эльхамом Алиевым и Эммануэлем Макроном как раз-таки он и обозначил, что нужно вести беспристрастную политику. Чего, к сожалению, Франция пока не показывает. Наоборот, старается сделать уклон на пользу Армении. Они уже более 30 лет находились в составе Минской группы. Что-то сделала Минская группа позитивного для разрешения конфликта? Ничего. Сейчас какая-либо миссия, которая бы появится на границе в одностороннем порядке, сделает ли она что-то позитивное для урегулирования конфликта, тоже очень маловероятно. Скорее всего, это будут наблюдатели, которые будут докладывать обстановку в регионе и оказывать свое внутреннее влияние на, скажем так, establishment в Армении, чтобы заручиться поддержкой именно проевропейских сил, нежели пророссийских. Эль Чемалем, вы упомянули о том, что вы были на освобожденных территориях. Я также посещал и Шушу, и проезжал по дороге. В течение 30 лет мы говорили с вами о ЮНЕСКО, о том, что ЮНЕСКО свою миссию так и не решилось послать на освобожденные территории. В тексте этой резолюции отдельно поднимается вопрос по защите армянского религиозного культурного наследия в соответствии с конвенцией 4 января 1969 года. Мы все понимаем про двойные стандарты, мы все понимаем про то, что здесь видим, а здесь невидим. Но в целом, как объяснить тот факт, что огромное количество памятников архитектуры, исторического наследия, их просто нет, их просто не существует. И тем не менее, и Франция, и ЮНЕСКО, которая сейчас, эта организация, вы уже упомянули о том, что она тесно связана с Францией, не замечала в принципе фактов вандализма и уничтожения религиозных памятников, архитектурных памятников, исторических на освобожденных территориях. — Да, вы знаете, я сейчас работаю главным архитектором в одной большой структуре, которая проводит работы в том числе и в зоне Карабаха. — Вы знаете, я просто не буду произносить название селения, потому что это займет много времени. Вы знаете, азербайджанское правительство даже сейчас, именно сейчас, оно, вы знаете, реставрирует в том числе и армянские памятники архитектуры, которые находятся на территории Карабаха. Там есть пласт архитектуры, вы знаете, которую азербайджанское правительство сегодня за свой счет реставрирует. К сожалению, вы знаете, нельзя было сказать подобного по отношению к азербайджанским памятникам архитектуры, по отношению к албанским памятникам архитектуры. Буквально сотни сакральных памятников архитектуры, мечети, вы знаете, албанские церкви, которые во времена оккупации Армении этих территорий, вы знаете, были превращены даже в сленарники. Представляете, как нужно не уважать богов, чтобы в божьем доме держать, допустим, овец или другой домашний скот. То есть, к счастью, все азербайджаны, все вообще, абсолютно все памятники архитектуры, которые находятся на этих территориях, еще в советское время, 70-е, 80-е годы азербайджанскими учеными были задокументированы. Вся эта информация есть в наших библиотеках. Естественно, сейчас все это используется, все эти материалы подняты. И на основании этих данных мы можем уже мониторить сегодняшнее состояние памятников архитектуры. Мы можем уже сравнивать сегодняшнее их состояние и то, что, допустим, было 30 лет назад. И, к сожалению, мы очень много видим вкраплений в сам памятник архитектуры. Мы видим изменение интерьера памятника, изменение экстерьера памятника архитектуры. Все делалось якобы очень аккуратно, но, тем не менее, некоторые детали... Ведь Бог в деталях, как говорится. Понимаете, заходишь в интерьер, допустим, сакрального памятника архитектуры Албанской церкви, которая принадлежала азербайджанской культуре. И, вы знаете, смотришь, там очень мастерски. И, вы знаете, они вставили один камень, который свидетельствует совершенно о том, что, допустим, этот памятник архитектуры принадлежит, допустим, Армении. То есть, очень много вот таких фактов. И, к счастью, имея на руках все необходимые материалы, все необходимые документы, именно поэтому Азербайджан неоднократно обращался в ЮНЕСКО и до сих пор продолжает это делать. Однако, мы не можем дождаться специалистов ЮНЕСКО, чтобы они пришли и просто довели эту информацию уже со своей стороны до мировой общественности. Потому что одно дело, когда это делают азербайджанские ученые, другое дело, это когда делает известная международная организация. Спасибо. Спасибо. К нам сейчас подключается еще, подключился наш гость Гасем Гурбанов. Это представитель молодежной организации, диаспорской организации азербайджанцев в Великобритании. Господин Гурбанов, здравствуйте. Добрый вечер. Добрый вечер. У нас вечер, не знаю, у вас, наверное, еще день. Добрый он или нет? Ну вот, господин Бочаров говорит, что не стоит вообще обращать внимание на все эти резолюции. Что, собственно, Азербайджанская республика и делает? Вопрос вот в чем. Вопрос в том, если эти резолюции не несут какого-либо значимого изменения баланса сил, если они рассчитаны на внутреннюю аудиторию той или иной страны, по вашему мнению, зачем они вообще принимаются и чего хотят добиться и смогут ли добиться от Азербайджана и от процессов, которые сейчас идут принятием вот таких вот резолюций, которые потом по традиции не подписывают и они носят рекомендательный характер? Спасибо за вопрос. Я бы добавил к вашей ремарке то, что это направлено только на узкую аудиторию лица армянской национальности. Я бы добавил то, что Сенат Франции уже принял почти единогласно, нашелся один человек с совестью, который проголосовал против, но мы не должны воспринимать этот вопрос как угроза к нашей территориальной целостности или к нашим возможностям. Я считаю, что Франция это делает только чтобы иметь какую-то карту в руках на будущее и это персональные санкции, то есть это да, ставит нашу территориальную целостность под вопрос. Да, когда мы смотрим прямой эфир, когда вот Сенат Франции принимал эту резолюцию, у меня такое вот чувство было, как будто смотришь армянское телевидение, очень такой отдавало запах армянской пропаганды. Там люди понятные сидят, которые не понимают предмет вопроса, предмет конфликта. Я считаю, что в будущем Франция не должна участвовать как посредник. Мы уже сказали, что минская группа ОБСЕ себя изжила, что в будущем эти вопросы должны решаться на двустороннем уровне или максимум на трустороннем уровне вместе с Российской Федерацией. Да, могут проводиться какие-то встречи под группы на уровне вице-премьеров или депутатов, но Франция не будет играть никогда решающую роль в этом в регулировании наградных арабахского конфликта. Я считаю, что ответом на эту наглость со стороны Сената Франции Азербайджан не должен отмалчиваться. Азербайджан имеет в руках достаточно сильные ресурсы, чтобы Франция поняла, что с Азербайджаном шутки плохи, что с Азербайджаном это для вас не Армения, которая у вас под камешкой сидит. И можно, я могу добавить, что есть у нас такие ресурсы, как исследование «Тоталь» в Абшироне, исследование французских, вы знаете, что у нас функционирует Французская Азербайджанская университет, у нас функционирует Французская Азербайджанская школа, то есть они могут закрыться. Мы же не давали гаранты, что они навсегда будут закрыты. Мы можем отозвать посла на консультации, у нас достаточно ресурсов, чтобы дать понять Франции, что Азербайджан это не какая-то третья страна, которая будет подтакивать под все их колониальные игры. Я думаю, я бы хотел на этом завершить пока что. Спасибо. Господин Бочаров, если вы на связи. На связи у нас, господин Бочаров. А скажите, а почему бы Франции, что мешает Франции откровенно признать, что она занимает какую-то одну сторону? Почему мы видим попытки этой страны все-таки выставить себя посредником? Зачем это нужно Франции? Вы знаете, сегодня международные отношения – это такой запутанный клубок, в котором половина нити превращается в змей, так сказать. Потому что нету сегодня, трудно сказать, что есть четкие взаимоотношения между двумя странами. Эти два взаимоотношения, хотя есть товарооборот, хотя есть какие-то более серьезные встречи, вещи, но все страны уже завязаны друг с другом и с другими друзьями и с противниками. И поэтому просто прямых отношений быть не может. Потому что сказав кому-то «да», значит, ты кому-то сказал «нет». Кому-то ты пожал руку, значит, кого-то ты ударил по плечу. И поэтому каждая страна начинает высматривать, а как наше слово отзовется. Поэтому мы даже сегодня, понимаете, именно ситуация, сложившаяся в Европе, сегодня перевернула всю экономику Европы и все рейтинги. Мы сейчас даже трудно сказать, на каком рейтинге, в каком статусе находится Франция в Европе, что у нее происходит в стране. И вот именно вот это происхождение у нее в стране, взаимодействие с ее европейскими соседями, с ее африканскими партнерами, африканским газом, понимаете, потому что у нее, так сказать, своя труба. Все это и накладывает определенные, так сказать, запреты, даже я сказал, на действия правительства. И парламент чаще всего, это, так сказать, он подыгрывает правительству. Правительству нужно, как это, инструменты в руках, инструменты давления. Сейчас у него есть карта у Макрона. Он может, во-первых, перед Европой красиво выступить, что он поставил Азербайджан на место, и то, что они кому-то там, да, продадут газ, это еще ни о чем не говорит. С другой стороны, он может сказать, что он готов дружить, но ради этого сделайте какие-то преференции. Все это игра, и порой, понимаете, невидимая. И я думаю, как говорится, как она невидимо происходит, так же она невидимо закончится. Вдруг завтра ваши отношения с Францией могут пойти еще в худшую сторону, а могут завтра, так сказать, пойти по нарастающей, и Франция забудет эту же Армению. Все это может быть, потому что международные отношения сегодня это не отношения двух стран, а это отношения, так сказать, врагов с врагами, к сожалению. Интересно. Госпожа Горевцова, а можно ли сказать, что такие вот реверансы в сторону армянской стороны, со стороны Франции, можно воспринимать это как попытку увеличить свое влияние в Армении и вытеснить российское влияние? Мы знаем, что у Российской Федерации в Республике Армения большие исторические интересы, и много очень компаний принадлежит, дочерних компаний принадлежит российским компаниям. Возможно ли, что Франция пытается такими действиями, комплементарными, как я кажется, в сторону Армении, вот занять место стратегического союзника? Да, конечно. Ведь если послушать выступления Макрона, они как раз-таки были направлены, в том числе, и против России также. Поэтому просто Франция пользуется моментом, чтобы пока у России есть, скажем так, проблема с Украиной, нужно воспользоваться и попробовать заручиться поддержкой Армении, вытеснить Россию с Южного Кавказа и поставить, соответственно, там свои прозападные силы, чего, в принципе, будет поддержано и со стороны США, в том числе. Поэтому Франция, возможно, также заручилась поддержкой других внешних игроков и пытается вот так вот оказать влияние и понравиться Армении. Что, конечно, будет на ура воспринято в армянском обществе. Представляю, какие сейчас будут эпитеты в средствах массовой информации в Армении по отношению к Франции. Это, кстати, выгодно также и Пашиняну показать, что он сотрудничает со всеми, и с Россией, и с Францией. Если Россия нас не поддерживает, не помогает нам АДКБ, то мы обратимся как раз-таки к Европе. Франция, вон какой наш друг, принимает антиазербайджанские резолюции и, соответственно, нам поможет, и в случае чего, возможно, будет даже воевать на нашей стороне. Но, конечно же, никто не будет воевать за интересной Армении. Это просто, естественно, Франции не нужно. Но создать такое впечатление в армянском обществе, это очень позитивно для рейтинга Пашиняна и, соответственно, для рейтинга действующей власти. Показать, что проблема, что конфликт еще не закончен, и все может быть перевернуто, если, скажем так, западные страны поддержат Армению. Поэтому, возможно, даже можно и не выполнять те договоренности, которые были подписаны с Россией и, соответственно, с Азербайджаном при посредничестве России, и попытаться создать новые договоренности уже со странами Запада, в том числе и с Францией. Вот такую повестку они будут пытаться озвучивать в своих СМИ. И, естественно, это все будет действовать на руку, как я уже сказала, действующей власти для поднятия ее рейтинга. Ну вот эта надежда на то, что кто-то будет воевать на стороне Армении, или, читайте, вместо Армении вообще, играет очень злую шутку. Господин Гурбанов, вам не кажется, что все эти надежды, вы, наверное, знакомы в телеграм-каналах, есть целые списки армянских надежд, вот надежда на то, что кто-то придет, кто-то будет воевать, кто-то пошлет оружие, ну, желательно бесплатно, примет какие-то резолюции, и этим все решится. Надавят на Азербайджан, и Армения получит все то, что хочет. Ну, это ведь, если рассматривать с точки зрения серьезной реальной политики, не каких-то гипотетических шагов, каких-то документов, которые принимаются парламентами, а вот по ситуации на земле, практической плоскости, ведь это не улучшает ситуацию и так хрупкого достаточно мира. Так почему, на ваш взгляд, армянское общество, армянское руководство, оно с таким воодушевлением воспринимает, ну, вот какие-то резолюции, действительно, сейчас наверняка будут какие-то оды пропеты в телеграм-каналах и на интернет-ресурсах. Но на практике это же ничего не дает. Что мешает армянскому обществу отказаться от вот этих эфемерных побед, в кавычках, и начать выполнять, ну, хотя бы те заявления, которые были подписаны два года назад? Очень уместный вопрос. Я считаю, что сегодня, на данный момент, картина ужасающая в Ермане. Настолько ужасающая, что напротив парламента Армении выстроилась колонна людей, которая в прямой трансляции смотрела трансляцию Сената Франции. То есть сотни людей собрались в надежде, что это как-то поменяет статус-кво, что Сенат Франции примет такое решение, что полностью изменит всю геополитику в регионе, что изменит позицию Азербайджана, что изменит позицию президента Азербайджана, главнокомандующего Ильха Малиева. Я бы... То, почему они так... Отвечая на ваш вопрос, почему они так настроены и не хотят отказываться от своих таких претензий к нам, это просто их идеология, их подпитка, их историческая, их работа с обществом, которая проводилась 30 лет, она привела к тому, что они оказались в ловушке своих собственных амбиций. Они понимали, что трехмиллионная Армения, которая только-только с иммигрантами из России доходит до трех миллионов, не может никак конкурировать с 10-миллионным Азербайджаном, который имеет в своем арсенале еще и Шушинскую декларацию, которая объединяет азербайджанские и турецкие военные силы воедино. То есть на будущее просто они не могут отказаться от того, что они защищали 30 лет. Рано или поздно они откажутся, рано или поздно будет подписан мирный договор, и рано или поздно в Ханкин-Ди зайдут азербайджанские войска и будет вытружен азербайджанский флаг. Это неизбежный флаг. Большое спасибо. Я хочу поблагодарить наших гостей. Я напомню, на прямой связи с нашей студией были Эльчин Алиев, доктор архитектуры и наук, члены Союза архитекторов. Большое спасибо, Эльчин Мелли. Спасибо. Дарья Гривцова, замдиректора Института политических исследований России. Большое спасибо, госпожа Гривцова. Спасибо. Юрий Бочаров, политолог Израиль. Благодарю вас. По-настоящему. Спасибо. И Гасим Гурбанов из Великобритании, представитель молодежной диаспорской организации азербайджанцев в этой стране. Господин Гурбанов был рад вас видеть. До свидания. Я тоже. Спасибо большое. Спасибо. До свидания. Продолжаем выпуск. В этом году приоритетами встречи группы 20 являются здравоохранение, энергетический переход и цифровая трансформация. На повестке также обсуждение геополитических вопросов, в том числе связанных с продовольственным, энергетическим и климатическим кризисами. Переговоры президентов и глав правительств стран-участниц группы 20 продлятся до 16 ноября. Саммит G20, главная цель которого достижение глобальной экономической стабильности, считается одним из ключевых международных событий в мире. На индонезийском Бали стартовал саммит G20. Заседание группы 20 открыл президент Индонезии Джоко Видода. В своем вступлении он отметил, что мир не должен погрузиться в состояние новой холодной войны. Нельзя допустить его разделения на части. Глава принимающей стороны указал на необходимость остановить войну. При этом не назвал напрямую, о каком вооруженном конфликте идет речь. Мы не должны разделять мир на части. Мы не должны допустить, чтобы мир скатился к очередной холодной войне. На всех нас лежит ответственность не только перед нашими народами, но и людьми всего мира. Быть ответственным в этой ситуации означает то, что мы должны остановить войну. Если война не закончится, миру будет трудно двигаться дальше. Если войну не остановить, нам будет трудно нести ответственность за будущее этого и следующих поколений. В свою очередь, председатель Европейского совета Шарль Мишель в ходе пресс-конференции на полях встречи заявил о необходимости использования саммита группы 20 в целях усиления давления на Россию. Коснувшись ситуации вокруг Украины, он выразил мнение, что устав ООН должны уважать все участники 20-ки. Мы считаем, что саммит G20 необходимо использовать для усиления давления на Россию. Международно признанные границы должны быть общими для всех за столом переговоров. И именно поэтому я искренне надеюсь, что на встречах, которые мы проведем сегодня и завтра, будет возможность оказать давление и убедить страны в том, что устав ООН должен соблюдаться всеми партнерами G20. И единственный лучший способ покончить с острым продовольственным и энергетическим кризисом для России – это прекратить эту бессмысленную войну и уважать устав ООН. Российскую делегацию на саммите Большевой двадцатки представляет министр иностранных дел Сергей Лавров. В рамках саммита глава МИД России провел двустороннюю встречу с китайским коллегой Ван И. В ходе встречи Сергей Лавров отметил высокий уровень российско-китайского сотрудничества. Я очень рад нашему уже десятому, между прочим, контакту в текущем году с вами. Наши руководители также регулярно встречаются. Их последний контакт состоялся в Самарканде. На полях заседания Совета глав государств ШОС. И они подтвердили те задачи, которые нам предстоит решать на новом этапе в наших отношениях. Хотел бы также теперь уже лично поздравить вас и присутствующих китайских друзей с успешным проведением 20-го съезда коммунистической партии Китая. Мы все были рады узнать, что товарищ Си Цзиньпин, давний друг российского народа, был единогласно переизбран на пост генерального секретаря ЦК КПК, что подтвердило его неоспоримые политические авторитеты и поддержку проводимого им курса. Вопрос безопасного вывоза зерна из украинских портов также является одной из актуальных тем саммита группы 20-ти. Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антонио Гутерриш заявил, что он активно работает над обеспечением поставок российского продовольствия и удобрений. Ранее Москва заявляла, что черноморская зерновая инициатива была выгодна только Киеву. Мы работаем над тем, чтобы устранить все препятствия для свободного поступления российских продуктов, питания и удобрений на мировые рынки. Наше взаимодействие с Европейским Союзом, Соединенными Штатами и Великобритании помогло устранить многие препятствия для доступа к рынкам. Эти продукты не подпадают под санкции, но страдают от косвенного воздействия. Я надеюсь, что черноморская зерновая инициатива будет возобновлена, потому что это чрезвычайно важно для современного мира. Президент Украины Владимир Зеленский выступил на саммите G20 в режиме онлайн. Глава государства в своем обращении к участникам Большой Двадцатки заявил, что наступило время прекратить войну в Украине. Украинский лидер отметил, что война может закончиться в случае, если Россия уведет войска за пределы границ 1991 года и выплатит компенсацию за нанесенный ущерб. Когда все антивоенные меры будут введены, документ о завершении войны должен быть подписан сторонами. Не стоит предлагать Украине компромиссы с совестью, суверенитетом, территорией и независимостью. Мы уважаем правила и мы люди слова. Украина всегда была лидером миротворческих усилий и мир это видел. Если Россия говорит, что будто бы хочет закончить эту войну, то пусть докажет это действиями. Мы не дадим России переждать, нарастить силы, а затем начать новую серию террора и глобальной дестабилизации. Не будет никаких Минска в три, которые Россия нарушит сразу после заключения. На полях саммита G20 встретились президент США Джо Байден и турецкий лидер Реджеп Тайп Эрдоган. Сообщается, что главы государства обсудили отношения между Анкарой и Вашингтоном, а также вопросы торговли и безопасности. Президент США поблагодарил Реджеп Тайпа Эрдогана за вклад в устранение проблем на пути действия зерновой сделки и восстановление поставок зерна. Он заверил турецкую коллегу в неизменности поддержки администрации США процесса поставок истребителей F-16 Турции. Байден также отметил, что Турция является важным игроком на пути вступления Швеции в блок НАТО. Эсмир Алива Фарид Адилов, Сибиси. К лидерам стран G20, собравшимся на саммит в Индонезии, обратился президент Международного Олимпийского комитета Томас Бах. Он убежден, что представители спортивного мира не должны страдать от политических конфликтов. Подчеркнув объединяющие миссии Олимпийских и Паралимпийских игр, Томас Бах отметил, что сейчас все нуждаются в большей солидарности в мире. Президент Международного Олимпийского комитета призвал включить нейтральность в отношении спорта в совместное заявление по итогам саммита 20 на Бали. Ранее международные спортивные организации и ассоциации отстранили российских спортсменов от участия в соревнованиях под своей эгидой. В отличие от других конфликтов между странами в прошлом, в этот раз некоторые решили, что имеют право отказывать атлетам в участии в Олимпийских играх по политическим соображениям. Если спорт станет инструментом политического воздействия, он полностью развалится. Даже если страны находятся в состоянии войны, мы все равно нуждаемся во всех спортсменах. Возвращаясь к теме принятия французским сенатом антиазербайджанской резолюции. Единственным французским сенатором, проголосовавшим против антиазербайджанской резолюции, оказалась Натали Гуле. Она представляет департамент ОРН. Гуле выступает за диалог с Турцией, также критикует репрессии против оппозиции в Иране. Натали Гуле более 20 лет знакома с президентом Азербайджана, Ильхамом Алиевым. Она называла Азербайджан страной, которая идет демократическим путем развития. И завершился государственный визит президента Азербайджана Ильхама Алиева в республику Албания. В честь президента Азербайджана в международном аэропорту Тираны, где развивались национальные флаги, был выстроен почетный караул. Главу азербайджанского государства провожали официальные лица Албании. На этом наш выпуск завершен. Спасибо, что были с нами. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин